Издательство «Бомбора». Океан книг. Джон Ли Дюма. «Иди туда, где ценят». 17 шагов к делу мечты и финансовой свободе. В этой книге упоминаются социальные сети Facebook и Instagram, принадлежащие компании Мета, запрещенные на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Делая обычные вещи необычным образом, вы завладеете вниманием всего мира. Джон Вашингтон Карвер. Пролог. Вам лгали. На самом деле нам всем лгали. Почему? Потому что большинство людей не хотят, чтобы вы знали одну простую вещь. Необычайный успех достижим, и путь к нему самый обычный. В этой книге я открою вам путь, который приведет вас к финансовой свободе и удовлетворенности. Почему я так уверен, что вы достигнете необычайного успеха? Я сам иду по этому пути с 2012 года. После 32 лет финансовых проблем и неудовлетворенности я нашел свой обычный путь и с тех пор не схожу с него. Вы, возможно, спрашиваете себе, если этот путь такой обычный, то почему мало кто знает о нем? Ответ прост. Экспертам выгодно усложнять, мутить воду и вводить в заблуждение там, где все должно быть просто. Зачем? Чтобы они могли оставаться посредниками. Чтобы быть единственными хранителями секретного ключа к успеху и продавать его за 1 997 долларов 97 центов. Нам надо выступить против посредников. Нам надо смести все препятствия, которые они выстроили на нашем пути. Нам надо ступить на обычный путь к необычайному успеху. Мы живем в мире, где возможности не ограничены, а вся информация находится у нас под рукой. С возможностями приходит энтузиазм, а с информацией — сила. Эта книга покажет, как направить свой энтузиазм в нужное русло и как достичь максимума своей силы. Сегодня мы выступим против посредников. Обычный путь не приведет вас к необычайному успеху за день. Он станет путевой звездой на дороге к финансовой свободе и удовлетворенности. Почему я решил поделиться с вами подробностями этого удивительного пути? 32 года я был тем, кто слушал посредников. Все было не так уж плохо, но я не шел к финансовой свободе и удовлетворенности. По словам посредников, я все делал правильно. Закончил старшую школу на юге штата Мэн, на четверке, поступил в колледж Провиденс на факультет вне войсковой подготовки офицеров запаса. В год моего выпуска случилась атака на башни Близнецы и Пентагон, и мое желание служить в армии только окрепло. Через 8 месяцев я закончил колледж с хорошим средним баллом. Я был в первом выпуске офицеров после теракта 11 сентября. После короткой подготовки в Форт-Ноксе, штат Кентукки, наш батальон на 13 месяцев отправили нести службу в Ираке. Это был сложный переход. Я был беззаботным студентом и вдруг оказался командиром, имеющим в подчинении 4 танка и 16 человек посреди боевых действий за рубежом. Мне было 23, и я пытался выжить в Ираке. Говорят, война — это ад. За 13 месяцев службы четверо из 16 моих солдат отдали жизнь в боях за Родину. Это и был ад. В их честь я дал себе обещание. Я поклялся, что я никогда не буду жить жизнью, которая не приносит мне удовлетворения. Я поклялся, что никогда не остановлюсь в погоне за счастьем. Я поклялся, что моя жизнь будет достойной того, чтобы ее прожить. Я был в долгу перед теми, кто отдал жизнь при исполнении служебного долга. Я буду учтить их жертву, проживая каждую минуту, помня о службе, ценностях и благодарности. А затем началась реальная жизнь. Было непросто возвращаться к мирной жизни после Ирака. Весь свой третий десяток я страдал от посттравматического стрессового расстройства, ПТСР, и не мог найти ни удовлетворения, ни счастья. Я выжил на войне, у меня был стабильный доход, хорошая работа, так почему же я был несчастлив и неудовлетворен? Сейчас я понимаю, что причина была очевидна. Я жил не так, как поклялся моим четверым павшим товарищам. Я не жил службой, не жил ценностями, не жил благодарностью. Вместо этого я гнался за успехом, или, по крайней мере, за тем, что тогда считал успехом. Я думал, что успех — это деньги, уважение, может быть, даже слава. Это извращенное определение привело меня в школу права, которую я бросил после одного ужасного семестра. Затем я погрузился в корпоративные финансы и больше года страдал в офисе, пока не понял, что больше этого не вынесу, и написал заявление на увольнение. Я попробовал себя в сфере недвижимости, как коммерческой, так и жилой, ожидая, что это принесет мне те свободу и удовлетворенность, которых я так страстно желал. Не-а, так прошли долгие и несчастливые шесть лет. К счастью, я всегда любил узнавать о том, как другие достигают успеха. За шесть лет моей борьбы с трудностями я прочитал десятки книг о бизнесе, смотрел вебинары и, конечно, слушал подкасты. Однажды я слушал бизнес-подкасты, и ведущий поделился одной цитатой. «Когда она раздалась из моих наушников, мне словно дали пощечину. Старайтесь стать не успешным, а ценным человеком». Альберт Эйнштейн. Я расскажу подробнее о том, что произошло после этого озарения в первой главе, но, спойлеры, тогда я решил стать ценным человеком. Это решение позволило мне достичь моей цели — финансовой свободы и удовлетворенности. Это позволило мне, наконец, сдержать обещание, данное в 2003 году, и подарило мне возможность поделиться знанием о том, как обычный путь приведет вас к необычайному успеху. Обычный путь работает. Он работает, потому что он простой. Он работает, потому что он не устаревает. Он работает из-за одной главной истины, которую никогда нельзя забывать. Если вы предлагаете наилучшее решение для реальной проблемы, вы достигнете необычайного успеха. Эта книга направит вас по обычному пути, пока вы не достигнете необычайного успеха. Вы готовы начать? Слушайте дальше. Обычный путь к необычайному успеху ждет вас. Глава первая. Определите свою большую идею. «Все начинается с идеи». Эрл Найтингейл. Принцип номер один. Ваш обычный путь к необычайному успеху начинается с идеи. С большой идеи. Когда люди пытаются определить, какой должна быть их большая идея, они совершают две ошибки. Ошибка номер один. Они считают, что идеей может стать что-то, чем они страстно увлечены. «Я люблю кексы. Открою пекарню». Ошибка номер два. Они считают, что большая идея должна быть связана с тем, в чем они компетентны. «Я умею программировать. Буду создавать сайты». Ваша большая идея — это не либо-либо. Это не что-то, что вам просто нравится или что-то, в чем вы профессионально хороши. Это и то, и то. Ваша большая идея должна сочетать в себе ваше увлечение и ваше знание. Взглянем на первый случай только страсть. Увлеченность вашей большой идеи очень важна. Вы должны с радостью работать каждый день. Однако если у вас есть только страсть, вы не предложите миру решение, в котором он нуждается. Ваша идея не получит развития. Каждый человек настроен на одну и ту же волну. Какая в этом для меня польза? Конечно, люди будут рады, что вы живете своей страстью, но пока ваше увлечение не будет приносить им прямую выгоду, они никогда не станут клиентами, вы никогда не получите доход, а ваша большая идея так и останется просто хобби. Теперь взглянем на второй сценарий. Только компетентность. Очень здорово, если вы в чем-то хороши. Чудесно, если вы делитесь своими знаниями с миром. Однако если вам не хватает страсти, восторженности и любопытства в вашей профессиональной сфере, вы никогда не получите удовлетворенность от работы. Обычный путь к необычайному успеху прост, но он потребует времени. Если в вас недостаточно увлеченности вашей большой идеей, то наступит день, когда вы проснетесь и поймете, что вам больше не нравится то, чем вы занимаетесь, и вы бросите свое дело. К тому же у вас наверняка будут конкуренты, которые горят своим делом, и они будут обходить вас раз за разом. Теперь, когда видны недостатки первых двух вариантов, давайте поговорим о финальном сценарии, где вы обладаете и профессионализмом, и страстью к своему делу. Вы в восторге от своего занятия и привносите что-то ценное в этот мир. Вот это ваша большая идея.